Таджикистан сражается с нашим государством на всех возможных фронтах. Этот метод военный и информационный. Вторая война также опасна, как физическая на передовой. Дабы не быть легкой мишенью для таджикской пропаганды и укрепить внутренние связи нашей страны, был создан медиаштаб. Функционирует с первых дней вторжения захватчиков и предоставляет оперативную достоверную информацию с места событий. Служба работает в круглосуточном режиме. В информационной борьбе государство предприняло все необходимые действия, чтобы вывести правду на международный уровень. Штаб распространяет официальную и достоверную информацию в СМИ, как ближнего, так и дальнего зарубежья, на английском, турецком и русском языках. На деле поступок из-под тишка, а в информационном пространстве пострадавший от рук нашей страны. В социальных сетях и информагентствах Таджикистан искажает факты и распространяет фейк. Однако кыргызская сторона доказала, что первое нападение было с их стороны. Факт, Чек, Кейджи, Медиахаб, Темиров, Лайф, Политклиника, Булак, Баштан-Баштаб провели расследование и предоставили фото и видеоотчеты. А также выявить ложную информацию помогла сплоченная работа гражданских активистов. Кыргызстан – демократическая страна, а в Таджикистане – авторитарный режим. По словам директора Медиафонда Центральной Азии, именно этот факт повлиял доверию международной организации нашей стране. В Таджикистане они распространяли информацию в основном из официальных источников и с опозданием. В Кыргызстане у нас и государственные власти, и гражданское общество, и журналисты работали очень оперативно. Поэтому многие международные медиаплатформы, международные организации доверяли нам больше. Английский язык является международным. По этой причине он важен гибридной войне для предоставления достоверной информации с места событий. Медиаспециалист отметил необходимость в обучении данного языка представителей СМИ, особенно журналистов из Баткенской области. Очень мало тех журналистов, которые говорят на английском. То есть, чтобы довести эту информацию на весь мир, этот английский язык очень важен. Поэтому особенностей в Баткене. В Баткене почти что нет тех журналистов, которые бы давали информацию с места событий. И поэтому было очень трудно интервьюировать международным организациям, международным медиаорганизациям, интервьюировать журналистов с места событий. Некоторые медиаспециалисты отмечают, что с кыргызской стороны это защита правды, нежели информационная война. Айганышка Дералиева, Вячеслав Кравченко, Пятый канал.